Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. При воспоминаниях о старом травмирующем событии полуторагодовой давности, оно ещё было проработано с психологом, я чувствую очень сильную тревогу, грусть и справляюсь с этим, как только переключусь над руки и мысли. Но хочется узнать, почему я это чувствую. Я всё-таки не проработал эту проблему, или я просто окунаю с мыслей и подражаю своим эмоциям того времени. Ну, что касается подражания эмоций того времени, я, конечно, хотел бы уточнить, что вы здесь имеете в виду, вот, потому что несколько для меня оказался непонятен все обороты речи, и, признаюсь честно, есть у меня некоторые опасения того, что могу вас, я, например, неправильно понять, когда вы говорите, в частности, об этом. Поэтому давайте по возможности уточним, что вы имеете в виду, говоря о том, что подражает своя эмоция. Вот, да, может быть, конечно, вы не прожили в полном мире те события. Может быть, вы по-прежнему, вот, как-то, ну, ранитесь, если... можно использовать такое слово, ну, вот, в этом контексте, вот. Ну, лично мне, лично мне кажется, что можно. Вот, вполне возможно, что вы действительно радуетесь еще об эти воспоминаниях. Вполне возможно, что действительно вам они причиняют боль. Вполне возможно, что действительно вам как-то вот неприятно и тяжело. вот, но, может быть, и другая сторона, может быть, и другой момент, может быть, ведь такая ситуация, что вы просто-напросто имеете какую-то выгоду. Вот, вы просто-напросто имеете какую-то выгоду, погружаясь в эти воспоминания. Вот, вполне ведь возможно и такое. Вот, поэтому нужно осмотреть, нет ли у вас каких-то выгод от того, что вы туда уходите. В частности, эти выгоды могут формироваться, вот, я бы так, наверное, сказал бы, да? В частности, эти выгоды могут формироваться за счет тех ситуаций, при которых вы к этим воспоминаниям возвращаетесь. Вот, то есть вы можете постараться проследить то, когда эти воспоминания у вас появляются, вы можете увидеть, проследить то, когда вы начинаете об этих моментах думать. Вот, и, соответственно, вы увидите, что возможно, это только возможно. Возможно, что выгоды, какие-то выгоды есть. Не факт, не факт, что эти выгоды прямо-таки однозначно. Вот. Не факт, что вы сразу их увидите и... и всё. И всё изменится. Нет. Но вполне возможно, что вам, вам само, если вы хотите понять, если вы хотите понять, ну, себя, да? А это похвально, что вы хотите себя понять. Вот, возможно, это прояснит в какой-то степени ситуацию. Иногда это, ну, оказывается довольно-таки неожиданно и ошеломляюще для человека. Вот. Ну, то есть, понятно, что не всегда так бывает. То есть, понятно, что иногда человек может и закрыться от этого, не признавать выгоду, ну, отказываться. Отказываться её признавать, да. Такое бывает тоже, к сожалению. Вот. Но если вы действительно хотите его понять, если вы, ну, на самом деле хотите понять, хотите себе, ну, себе разобрать что-то, а вам это, конечно, не помещает. Здесь только важна честность, потому что если вы будете, ну, если вы будете с собой нечестны в полной мере, ну, вот, если вы будете себя обманывать или если вы будете пытаться сохранить какой-то образ свой, да, вот, то ничего не получится и никакого эффекта от этого не будет. Вот. Поэтому тут я хочу вас предупредить, да, и вот сделать на этом акцент. Может быть, вы не прожили. Может быть, вы просто человек такой чувствительный. Ну, вот, вот просто, вот просто вы такой чувствительный человек, вот такая вы просто чувствительная. Ну, вот, что вас это, вот, спустя время задевает. Ну, вот, ну, бывает, бывает такое, да, неприятно, да, но бывает такое. Поэтому вопрос, наверное, здесь больше стоит поднять о том, точнее, вопрос здесь можно поставить так, что я хочу с этим делать, вот. То есть, ну, да, вот меня задевает, ну, да, вот я чувствую то, что чувствую, ну, да. А что дальше-то? То есть, что я хочу с этим делать? Вот. Вот. Я хочу, например, этого больше не чувствовать. Это один момент. Вот. Я хочу таки изменить к этому свое отношение, ну, вот, буквально, чтобы, чтобы мое отношение к этому было другим. Вот по-другому воспринимать и по-другому относиться к этому феномену. А это другой момент. Это, ну, на мой взгляд, это, ну, так же, так же реально. Ну, вот. То есть, чего вы хотите? Вот вы говорите, что это было проработано с психологом. Вот. Ну, что ж. Я вам верю. Я верю, верю тому, что это было проработано с психологом. Но, как вы поняли, что прорабатывать вам хватит? Как вы поняли, что вам достаточно? Как вы поняли, что больше не надо? Как вы поняли, что, ну, вот, что можно заканчивать? Заканчивать терапию в данном случае. Вот. Потому что, как бы, ну, вот, ситуация, которую вы описываете, она несколько, ну, представляет все так, как будто вы не завершили. Вот. Как будто бы завершение носило такой вот, ну, скорее, такой формальный характер. И, нет, конечно, ну, у этого, конечно же, могут быть разные причины. У этого, конечно, могут быть разные основания. Никто не говорит, что вы должны были вот обязательно, да, консультироваться. Особенно, если, допустим, вам не хотелось или что-то вроде того. Вот. Но, тем не менее, на эти моменты, на мой взгляд, тоже нужно обратить внимание. Вот. Так что, так, однозначно сказать сейчас, вот, что с вами, ну, происходит. Да, я, наверное, не смог бы. Вот. Потому что мало информации и так далее. Много упираются и в сроки. То есть, ну, банальные сроки какие-то. Никто не отменял. Вот. В смысле, ну, в смысле того, что на проживание различных травмирующих обстоятельств требуется время. Вот. И время, это тоже важный момент. Конечно, это время, оно не пассивно, да. То есть, это время, ну, это не про пассивность ни в коем случае. То есть, ну, не про то, что вы просто живете, просто ждете, вот, пока время пройдет и все. Нет. Это работа, определенная работа над собой. Вот. Это определенная, ну, определенная работа с психологом и так и так далее. То есть, это ни в коем случае не история про просто ожидания. Но, время, тем не менее, это очень важный момент. Если вы торопитесь, то мне почему-то показалось, что вы можете быть склонны к спешке и к формализованности. На мой взгляд, ну, на мой, повторюсь, взгляд, излишней формализованности, вот. То в этом случае, конечно, могут быть вот такие, ну, такие казусы, вот. Ну, ну, неприятные. Такие вот неприятные казусы в этом случае могут быть, к сожалению. Вот. Поэтому, проживание, это, я бы сказал, момент, момент, довольно деликатный. Вот. И, пора пить себя в этом. Ну, в общем, не самое улучшение, на мой взгляд. Вот, как-то так я бы вам ответил. Что касается подражания, о котором вы, ну, о котором вы сказали, то подражание, естественно, может быть. Я не исключить, ну, не буду исключать этот вариант, вариант подражания, просто потому, что может быть все, что угодно. Вот, все, что угодно вообще может быть. Но, подражание ведь что означает? Подражание означает, что вам этого хочется. Ну, я имею в виду, вам хочется по вот чему вы подражаете. Вот. Вам этого нормально хочется? Вот. Так может быть, если вам этого хочется, так может быть, речь в таком случае идет не совсем про подражание. Может быть, речь идет про то, что вам на уровне ролей не хватает какого-то опыта, не хватает каких-то впечатлений. А эти впечатления, пускай и, ну, вот, в максимально, ну, в максимально такой деструктивной форме у вас были в этом травмирующем опыте. И самого травмирующего опыта вы, конечно же, не хотите. Было бы странно, если бы вы его хотели. С самого травмирующего опыта вы не хотите. Но, вот, как какой-то элемент этого опыта, который вас мог бы привлекать, вы этого вполне можете хотеть. Вот это уже является таким, довольно-таки, серьезным мотивом для того, чтобы вам, допустим, снова, ну, снова и снова возвращаться к тому опыту, который, пускай и неприятный, да, и травмирующий, но, тем не менее, он вызывает у вас, точнее, дарит вам те чувства, вот, те эмоции, которые вам хочется, из которых вам, например, например, ну, может не хватать. Вот. А как это по-другому для себя получить? Как это по-другому для себя достать? Вы не знаете. Пока. Такое, кстати, бывает частенько, когда работают, вот, ну, с, допустим, с травмой, да, вот, идет работа с травмой, ну, психоправмой, вот, и работа ведется только над, ну, вот, только над самой психоправмой, вот. При этом работа не ведется над потребностной сферой. А она, эта потребностная сфера, она тоже достаточно важна. Вот. И если вы работали, соответственно, с психоправмой, но не работала с потребностной сферой, я представляю феномен психоправм, ну, то есть, вот, например, отзываясь о событии, о явлении психоправмой как об исключительно негативном, то есть, отрицая его существование, подразумевая, что если вы признаете его, то вы, ну, в таком случае признаете и какую-то заслуженность своего страдания, например. Вот. Если вы попали в такую ловушку, то, конечно, какие-то потребности у вас смогли, само собой, остаться. Вот. Это, к сожалению, да, может быть и тут, опять же, нужно разграни... ну, максимально разграничивать одно от другого, да, не мешать, не смешивать, вот, и стараться смотреть все-таки на эту ситуацию со всех сторон. А, в том числе, и со стороны вот, от того, что вы могли бы хотеть, от того, что вам могло бы хотеть, со стороны того, что вам могло бы нравиться, там, того, что вас привлекает, и от того, ну, что вы, может быть, о себе узнали. То есть, в той или иной ситуации вы могли же что-то осипелзно. Это отрицать тоже, на мой взгляд, нельзя. Вот как-то так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Ну, наистину я не претендую, да, с какими-то аспектами, фактами, высказываниями вы можете быть не согласны, это абсолютно нормально. Вот, я ни в коем случае не прошу, не призываю со мной соглашаться. Соглашаться я просто вот высказываю свои какие-то мысли по поводу приведённой вами истории. Надеюсь, что это было интересно и полезно для вас, в первую очередь. И какую-то вещь для размышления вам это дало. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.